Иван Грозный Иван Грозный сделал невероятное дело, которое не сделал ни один монах. Он уничтожил один класс и насадил другой класс. Такого нигде нет. Когда в начале его царствования правил царь и правила его дума. И царь решил, и бояре переговорили. Вот такая была типичная формулировка. Царь решил, и бояре переговорили. Кто такие были бояре? У бояр была вотчина. Вотчина – это то, что от отцов. Отчина. Отцовское наследие. Бояре принадлежали к одной семье – Рюриковичей. Понятно? Там посторонних не было. И поэтому бояре имели вотчины огромные. Власть огромную. И с царем держались на равных. Ты царь, но мог бы быть и я царем. По положению своему. Вы поняли? И поэтому бояре не давали покоя. Они могли критиковать, они могли возмущаться, они могли пресекать какие-то царские инициативы. То есть он свободы просторы не имел. А у Ивана Грозного было глубочайшее убеждение, что он ставленник Божий, он хозяин русской земли, и ему никто не смеет перечить. И поэтому он с боярами вступил в страшную борьбу. Ну, бояре тоже того заслуживали. Они, по всей видимости, именно они уморили его любимую жену. Она последнего сына родила, слабенького совсем, Фёдора. Видимо, тоже травленный был. Вот. Потом они критиковали его распоряжение. Мешали они ему. И он опричнину завёл, чтобы расправиться с боярами. Как он их расправлялся, вот этот мой дорогой друг Скрыников, я впервые у него прочитала. У него книги, посвящённые Ивану Грозному. Эту эпоху он знает прекрасно. Он поимённо. Кто как был ему морен. Кто как был разграблен. Убивали не только бояр, но всю их семью, детей, внуков. Вырезали. Рот вырезали совершенно. То есть никого не оставалось. Царь присутствовал при пытках. Он получил какое-то странное наслаждение от этого. Потом он будет каяться. Потом он будет лежать на каменном полу, вымаливая прощение. Наутро он будет опять идти в эти пыточные камеры. Вы понимаете ли, это страшнейшая история. Я начинала читать и не могла закончить. Я потом только просто посмотрела количество, количество убиённых. Все знаменитые родовитые бояре, они были вырезаны. А кому земли эти давались? Эти земли царь сам давал людям, которые должны были клясться в верность ему лично, служить ему. И эта земля отберётся, если он будет плохо служить или будет виновен. И это получается дворяне. И они получали... Это были уже не вотчины. Это никакого отношения к отцам их не имело. Это были поместья. Это было место, данное им. Вот такое место дано. Оно было меньше размером. Оно было не очень-то его собственное. И он имел много обязанностей. Сам служить царю, потом своих этих людей, которые ему приписаны были к поместью, приводить на войну в случае войны. Это были вот послушный такой вот класс. Это только при Екатерине II дворяне получат вольность. Хартию такой вольности. Это будет дворянская императрица. Это дальнейшая уже история. А замысел Ивана Грозного создать послушных людей, которые даже если они будут служить в каком-то совещательном органе, это будет послушно ему, что он скажет, они будут поделать. Вот это поместье, гарантия их верности. В случае чего отнимается оно. Понимаете? Можно сказать, Марин Зеленович, что это последствия того, что он претерпел в детстве Ивана Грозного? Все эти психологические характеристики, они многократно всеми исследователями подтверждаются. Потому что это, конечно, тип истеричный, неуверенный в себе, не чувствующий себя в безопасности. Вы знаете, что все вот эти люди, которые склонны к насилию, в основе лежит неуверенность в себе. Человек уверенный в себе. Он милостив, он добр, он может помочь другому человеку. Так что вот, чтобы вы понимали, он кончил с вотчинным землевладением. Вотчины, хорошо, понятно, да? И он насадил новый класс. И такого больше нигде в Европе нет. Уничтожить один класс и создать другой класс. Классы создаются как-то из-под воль. Но, значит, и вот при нем... У него была светлейшая голова. И он был талантливейший полководец, как мы видим. Но когда ненависть, ярость, злоба, мстительность затемнила ему разум, он как потерял разум. Его ливонские войны провалились. Его... Вот это вот... Начал он дело книгопечатания, потом он его забросил. А причина превратилась в страшный бич для всей России. Поэтому затмение прямо такое. Он же умер рано. Ему там что-то 57-то лет было. Он был совершенно древним стариком. Развалюхой. В физическом отношении. Так что это так просто то, что его касается. И при нем была реформация. В это время, в эти годы... Посмотрите, годы его жизни. 1531-1584. Это как раз идет реформация. И эти идеи проникали сюда. Поэтому вольнодумство при Иване Грозном было большое вольнодумство. Какие-то идеи слышали от кого-то. Слышали. Знаете, когда читаешь... Ну, например, Матвей Башкин оговорил вам. Боярин, который воспринял эти реформационные идеи. Он ссылался под пытками. Ссылался, что он эти идеи воспринял от какого-то иноземца, аптекаря. Имя такое это вот называется. Ну, глухо это. Понимаете, документа никакого нет. Это просто вот он так сказал. К тому же, когда мучили его. Но очень возможно, что эти идеи он воспринял от какого-то иноземца, который аптекарем был. Поэтому очень широкий круг людей принимали участие в этих реформационных движениях. Значит, Башкина мы назвали. А еще будет у нас... Косоин. Феодосий Косоин кто? Ну, это просто люди. Просто люди. Это холоп. Да к тому же беглый холоп. Он был еретиком, скрылся в Белозерском монастыре и потом был переправлен в Литву. Где он... Только не говори, был, он считался. Считался. Что же? Еретиком. Он говорил крамольную вещь такую, что Бог сотворил всех людей. Всех равными. И всех равными. Вот такая еретическая мысль. Понимаете ли? Дома и там проповедовал. А вот в Литве они с братом туда бежали с помощью нестяжателей. Они переправили их в Литву. И там их очень хорошо приняли. И они проповедовали Божье Слово. И потом, понимаете ли, вот я дала прочитать, во что они верили. Это все по тем же направлениям. Они были против иерархии, против обрядов, за то, что знание не противоречит вере, за знание, за науку, за свободу людей, равенство людей. Ну вот, например, тоже мысли о свободе людей к чему привели Матвея Башкина? Потому что он умер. Он распустил Холопов. Так, он отпустил Холопов и за это его казнили. Потому что это что-то... Какой прецедент он создает? Может, могут заразиться другие. Другие, да, да. Также вот мы смотрим, что Литва, она как бы была благоприятным местом для реформации. Потому что там рядом и Болгария была. И поэтому туда также Иван Фёдоров бежал в Литву. Ну и в Литве, и в Украине. И там же написал азбуку. Молодец. Это у меня будет Андрей Говоров. Да. И там он первый, кто... Это отлично. Хорошо. Франциско Скорина повторил подвиг. Он перевёл Библию. Да, да, да. Напечатал. Не перевёл, он напечатал. Франциско Скорина... Это вообще у него... Если книжечка попадётся, о нём почитайте. Это такой просветитель, такой реформатор и такой библейский человек. От него, у него учился, перенимал его методы Иван Фёдоров. Например, учительное Евангелие Ивана Фёдорова. Это как он воспользовался опытом Скорины. Так. Ну хорошо. Ещё там был старец Артемий. Я только где-то упомянула его. Не остановилось на нём. Но это был нестяжатель, который очень сочувствовал реформаторам. И он бежал вместе с Феодохием Касым тоже в Литву. Ну, в общем, вот такая вот интересная история. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok